Здравствуйте, девочки! С вами снова Наташа из Беларуси. Я безумно рада видеть вас на своем канале. Девчонки, в последнее время вы засыпали меня вопросами по поводу нового белорусского хайлайтера от Рилуи. И по щучьему верению, по вашему хотению, я выполняю ваш запрос. Сейчас я расскажу вам о новинках белорусских от Рилуи хайлайтерах. Они вышли в сухой и кремовой версии. Расскажу я вам и об одной, и о второй. Покажу вам нанесение, покажу вам сводчи, расскажу, собственно говоря, свое мнение об этих продуктах. Первым я хочу начать, наверное, с вот этого вот кремового хайлайтера. Выпущен он с аппликатором как у блеска. И вы знаете, это, наверное, первый кремовый хайлайтер белорусский, который действительно заслуживает отдельного видео и внимания вашего и моего. Что же нам заявляет производитель? Это Рилуи про, ликвид хайлайтер, жидкий хайлайтер, шелковое сияние, оптимальная фиксация, увлажняющий эффект с маслом органы, без парабенов и отдушки. У меня это тон 0.2. Выпущен он всего в двух оттенках. 0.1 и 0.2 тон. 0.2 это оттенок Moonlight. Это более холодное, именно такое жемчужное сияние с легкой розоватой ноткой. 0.1 оттенок мне сейчас не подходит. Он с ярко выраженной золотинкой. Но на летний период я с удовольствием куплю себе и 0.2 оттенок. Вот так вот он у нас выглядит. Вы знаете, для белорусского производства это довольно-таки новый продукт. И я еще пока ничего подобного не встречала. Вот здесь вот у нас наклеено лейблик, на котором вы можете прочитать состав хайлайтера. И вы знаете, в хайлайтере достаточно простой и хороший состав. На первом месте вода, на втором мико. Буквально, наверное, пятое или шестое масло органы. И вроде таких вот никаких вредностей для кожи я здесь не вижу. Здесь у нас 7 грамм продукта. Давайте вы сами сначала посмотрите крупным планом на свотч. И потом мы уже с вами будем более понятно разговаривать. И я смогу поговорить и показать вам этот хайлайтер в действии на своем лице. Чтобы мы с вами понимали друг друга. Вы прекрасно могли видеть, что хайлайтер действительно классный. У него нет вообще никаких, знаете, таких раздельных каких-то блесточек. У него нет никакого такого паршивого яркого сияния. Это действительно очень крутое металлическое сияние. Без абсолютно каких-либо отдельных блесток. Хайлайтер с фиксацией. И самое главное, знаете, чем грешат недорогие такие хайлайтеры. Они часто смешиваются с тональной основой и превращаются в грязь. Вот этот твой хайлайтер не смешивается с тональной основой. Он хорошо ложится, даже если, в принципе, вы будете его втирать. Растирающими движениями... Втирать нет, а растирающими движениями, если у вас не хватает терпения наносить его похлапывающими движениями, что будет наносить его более плотно и красиво. Даже если вы его разотрете, знаете, он не превратится на лице в такую некрасивую, непонятную какую-то кашу. Сияние у него очень деликатное. Девочки, это великолепный хайлайтер на каждый день. Особенно обладательницам сухой и нормальной кожи. Для жирной кожи он точно подойдет. Почему для сухой и нормальной кожи, я сказала? Потому что на сухой коже этот хайлайтер, помимо того, еще и будет увлажнять вашу кожу. Ни в коем разе не подчеркивать какие-то шелушения. Этот хайлайтер не западает в поры. Он не подчеркивает текстуру. Не подчеркивает, не западает в морщинки. Он фиксируется. Вот посмотрите, он на моей коже уже зафиксируется. То есть он никуда вот дальше не размазывается. Держаться будет в течение всего дня. Могу сказать определенно, что я покупала, покупаю и буду покупать этот хайлайтер. Он просто великолепный. Давайте вот на эту скулу я сейчас нанесу этот хайлайтер. Вы сами посмотрите, как он смотрится. Для дневного макияжа он просто великолепный. Для вечернего макияжа он будет отлично служить базой. Для еще и сухого хайлайтера. Сейчас я его нанесу. И сами все посмотрите. Я прям, знаете, так по-добротненькому нанесу, чтобы вам было хорошо видно. Вы знаете, он уже даже просто вот так вот мазнув, смотрится и неплохо. Я, давайте все-таки не кисточкой буду распределять, а пальчиком, как у нас указано в инструкции. Похлапывающими движениями я распределяю этот хайлайтер. Распределяется, в принципе, неплохо. А вот здесь я уже буду растирать. Нет у меня терпения. Лично у меня никогда не хватает этого терпения. Каждый раз вот. Очень деликатное. Могу сказать определенно, что сияние это достаточно деликатное, да. И на каждый день здесь вообще нет никаких блесток. Это действительно сияние кожи изнутри. Смотрится очень круто. Очень круто. Я уже чувствую, что когда я его распределила, он уже зафиксировался на моей коже. И я его не ощущаю. Смотрится великолепно. Отлично подойдет. Обладательницам сухой, нормальной, жирной кожи. Жирной кожи он тоже подойдет, потому что он с фиксацией. И он будет хорошо держаться даже на жирной коже. Хайлайтер замечательный. Стоил он у нас 5 рублей. Это 2,5 доллара. Все в зависимости от того, где вы его будете покупать. Золотистый оттенок отлично подойдет обладательницам загорелой кожи. Второй хайлайтер, о котором я хочу вам сегодня рассказать. И это опять же новинка от Relui Pro. И это уже сухая версия у нас хайлайтера. Вот так вот он у нас выглядит внутри. Я для себя выбрала 0,1 оттенок. Называется он Pearl. И это такой жемчужный, холодно-подтона хайлайтер. Сухой хайлайтер. Есть у него и 0,2 оттенок. И там уже оттенок больше именно к теплому. Он с такой легкой золотинкой. Если вот этот вот, он с такой ярко выраженным золотом. То вот здесь вот сухой второй оттенок. Он не совсем яркий, а более просто теплый потон кожи. 0,1 оттенок. Очень красивый, сложный, жемчужный оттенок. Вы знаете, я не могу сказать в какой он потон. В розовый, либо золотой. Мне кажется, что в этом хайлайтере намешаны все оттенки. Вот так вот круто он смотрится. Совсем недешево смотрится он в упаковочке. У нас, кстати, девочки, сейчас скажу, сколько грамм продукта. Хайлайтер тоже этот стоит 5 рублей. И это 2,5 доллара. Это даже дешевле, чем Smart Girl. Но его здесь и значительно все-таки меньше. Сейчас я вот не могу его отодрать. Я еще не отдирала и даже не смотрела. Так, сейчас я скажу, девочки, здесь у нас... Блин, втыкая уже в эту упаковочку, здесь всего так мало. Но я минуту или две уже втыкаю и не нашла я, сколько здесь грамм. По-видимому, производитель не указал нам, сколько грамм находится в этом хайлайтере. Я думаю, что это какая-то ошибка производителя. Но зато я здесь увидела состав. И в составе у нас Мика на первом месте. Что не может не радовать. Состав, можно сказать, даже люксового продукта. Тон 0,1 годен. Он, кстати, 24 месяца после вскрытия. И вот так у девчонки выглядит этот хайлайтер у нас на коже. Если я всегда говорю, что хайлайтер от Smart Girl это хайлайтер, великолепнейший хайлайтер на каждый день. То вот этот вот хайлайтер замечательно будет подходить на вечерний выход. Это прям такое металлическое сияние. Но не подумайте, что в нем есть какие-то блестки. Девчонки, никаких различимых блесток в составе этого хайлайтера нет. Это прям вот такое вот металлическое сияние. Этот хайлайтер, кстати, будет великолепно смотреться и на века в качестве теней. Очень красивый, холодный, благородный оттенок. Сами посмотрите на макросъемки. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я нанесу этот хайлайтер на вторую часть своего лица И вы посмотрите, как он смотрится Я так добротно набрала на кисть Я думаю, что все здесь прекрасно понятно И видно Хайлайтер сияет Если вы любите такое сияние из космоса Вам определенно понравится этот хайлайтер Текстуру он слегка подчеркивает Но ничего такого криминального И сверх чего-то непонятного Мне кажется, что мне надо добавить Немного этого хайлайтера и на эту сторону Потому что По сравнению с кремовым хайлайтером Он супер сиящий Он очень сиящий Кремовый хайлайтер Прямо такое деликатное-деликатное Прямо нежность нежная То вот этот хайлайтер Он очень-очень сияющий Это прям такое сияние из космоса Которое не заметит разве что ленивый Девчонки, этот хайлайтер По своей текстуре По своему нанесению По своему даже составу Мне очень напоминает Хайлайтер от Becca Единственное, что у меня Это хайлайтер оттенок Opal Летний мой оттенок Они не совпадают по оттенку Но по своему качеству И вот этому вот сияющему финишу Они действительно очень похожи Сейчас я вам покажу Смотрите Мне кажется, что хайлайтер от Reluid Даже сияет покруче, чем Becca По своему оттенку Вот этот вот 0.1 оттенок Очень похож на хайлайтер От Alive Makeup Makeup Revolution Оттенок Goddess of Face Они действительно похожи Единственное, что Оттенок Goddess of Face Все-таки более он Блесткий У него есть вот он Goddess of Face И вот он хайлайтер от И вот он хайлайтер от Reluid Goddess of Face У него все-таки он более крупного помола И они отличаются по текстуре По текстуре они все-таки больше похожи на Becca В общем, девочки, вы сами прекрасно все видели Что хайлайтеры действительно крутые Если вы любите деликатное, очень такое легкое сияние на каждый день То выбирайте вот такую вот кремовую версию Плюс она отлично подойдет обладательством сухой и нормальной кожи У нее замечательный состав 5 рублей 2,5 бакса Это просто находка за 7 грамм продукта И второе, если вы любите интенсивные, яркие, вечерние образы То вам определенно понравится сухая версия этого хайлайтера Тон 0,1 более холодный, который у меня И тон 0,2 более теплый, с золотистым потоном Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать Если была вам полезна, обязательно ставьте класс Заходите ко мне в гости, в контакте, в инстаграме Буду рада каждому гостю Всем спасибо, пока-пока